А если на край ступеньки бросить? О, это было хорошо! Привет, ребята! Очередная небольшая посылочка у меня на столе. Давайте скорее вскроем и посмотрим, что в ней внутри. И здесь вот такая белая коробочка со знакомым уже мне названием. И в этой тоненькой коробочке должен быть мобильный телефон. С обратной стороны на коробке указаны все основные характеристики этого мобильного телефона. И судя по всему, здесь телефон с очень большой батарейкой. Также на коробке спереди в уголку указаны основные характеристики и модель телефона. А еще на коробке мы видим узор в виде кирпичной кладки, что намекает на то, что этот телефон для строителей. И в комплектацию этого телефона входит зарядное устройство и кабель для зарядки USB Type-C. И судя по характеристикам, здесь имеется быстрая зарядка. Также кабель USB Type-C выглядит достаточно качественно. И вот он сам телефон. Я, конечно, думал, что у меня были в руках толстые и тяжелые телефоны, но этот, походу, перекрывает их всех. Потому что у него просто невероятная толщина корпуса, притом абсолютно без всяких чехлов. И первая надпись на корпусе, которую я нашел, это защита от воды. Значит, телефон не боится погружения под воду. И мы в этом видео это проверим. Также с другой стороны есть надпись, что этот телефон не боится падений. Поэтому мы его немного побросаем. Ну а для начала его надо включить и отклеить пленочку с экрана. Притом на экране было наклеено две пленочки. Одна защитная, а вторая рекламная. И да, несмотря на то, что я только что отклеил эту пленку и пытался приклеить назад, уже идеально ее назад приклеить у меня не получается. Под нее попал какой-то воздух и какая-то грязь. Поэтому я решил убрать пленку с экрана и непосредственно сам экран протестировать на царапины. То есть буду об него тереть ключи и мы посмотрим, как он будет сопротивляться царапинам. Ну вот телефон уже готов к использованию. С обратной стороны телефона мы видим три камеры. Посмотрим, какие из них рабочие, какие фейковые. Также есть вспышка и надпись то, что здесь 12 мегапикселей. Также есть вот такая наклеечка с моделью этого телефона и крепление под ремешок, что кстати редкость на самих телефонах. Обычно они бывают на чехлах. И это очень круто, если вам действительно надо использовать телефон где-то в опасных условиях, что можете его зафиксировать к руке. Также есть заглушечка, чтобы порт зарядки не засорился. Также сбоку есть кнопки громкости. И еще вот такая оранжевая кнопка. Пока не знаю для чего она. Скорее всего на нее можно настроить разные функции. Обратите внимание, что слот для установки сим-карты и карты памяти вытаскивается всего лишь с помощью ногтя. Вам не нужен специальный инструмент для этого. Также из защиты здесь прорезиненные углы на телефоне. То есть при падении должно все быть нормально. И первое, с чего я хочу начать тест, это камера. И тут сразу же выяснилось то, что две верхние камеры действительно рабочие. Одна ширик, а одна нормальная. А вот на эту нижнюю камеру отдельно снимки делать невозможно. Она скорее всего участвует в паре с какой-нибудь из этих двух верхних камер. Продолжение следует... Ну что, ребят, пошли поплаваем немного в море с этим телефоном. Посмотрим, как он выдержит погружение под воду. И заодно увидите, что нет никакой стабилизации при съемке видео. Картинка трясется. И это использовать, конечно, потом будет неприятно. Нормальная глубина, можно нырять. Ну, я думаю, это не страшно для телефона, который предназначен в основном для стройки. Так что самое главное, чтобы он хорошо держал зарядку, выдерживал погружение под воду и не боялся ударов. А все остальное, в принципе, не имеет значения в таких телефонах. Конечно, с одной рукой плавать не очень удобно, но тоже максимально эффективно. Телефон такой тяжелый, что как кирпич тащит просто меня на дно. Поэтому с таким телефоном небезопасно плавать. Но при учете, что сейчас вода туда могла попасть, я думаю, там просто может быть ни хрена не слышно. Теперь проверим, как экран этого телефона будет противостоять царапинам с помощью металлических ключей. И как мы видим, экран отлично противостоит царапинам. Теперь побросаем телефон на твердые поверхности. И для этого я выбрал вот эту локацию. Здесь есть ступеньки, также бетон с камнями и мрамор. Это все твердые поверхности, достаточно для того, чтобы проверить телефон на ударопрочность. И начнем, пожалуй, с бетона с камнями. Как мы видим, телефон еще рабочий пока что. Теперь попробуем, что будет на ступеньках. Все еще работает. А если на край ступеньки бросить? О, это было хорошо. А если на край бетона с камнями бросить? Так, а если бросить на трубу? Все еще работает. Теперь на мрамор. Может не той стороной упал? Давайте бросим экраном вниз. Надо повыше подбросить. Телефон уже весь грязный, но дисплей все еще работает. И даже на дисплее нет никаких царапин. Да, походу телефон ударопрочный. И защищен от воды тоже очень хорошо. Так как я 20 минут плавал с ним в воде. В соленой, в морской. И никаких проблем с телефоном не возникает. Тут еще нашел вот такие камни. Давайте на них тоже бросим телефон. Может тут что-нибудь сломается? Ой, хорошо как полетел. Мне очень нравится. Мне работает нормально все. Может еще разок? Отлично. Прям экраном вот тут ударился. Вот видите, прям экраном ударился об камни. И все нормально. Опять экраном ударился. Экран работает. А вот кнопочки громкости вмялись внутрь. И они больше не нажимаются. Придется выравнивать. Ну вот я уже вернулся с тестов. И как мы видим, экран отлично справился со всеми падениями. И ключами экран тоже не удалось поцарапать. Хотя если внимательно присмотреться, то какие-то маленькие царапинки все-таки есть. Но они незначительные. И по сути главная проблема образовалась с кнопками громкости. Так как вот эта панелька помялась, придавила кнопки. И теперь они не нажимаются. Также появилась вмятина и посередине. Но она ни на что не влияет. Но ее хотелось бы тоже выровнять. Благо здесь есть винты под звездочку. И ее можно открутить. Ну все, панельку удалось выровнять. Теперь кнопки отлично нажимаются. Конечно, следы все равно немного на ней остались. Самое главное, чтобы работал экран и все остальные функции этого телефона. А какие-то царапины для такого телефона не страшны. Также и камеры тоже не пострадали во время этого теста. И после всех тестов, я думаю, что этот телефон больше всего подходит именно строителям. Так как для путешественников он будет слишком тяжелый, чтобы его брать с собой. И он все равно разрядится рано или поздно. Поэтому для путешественников лучше взять пауэрбанк, который заряжается от солнца. Также использовать его для навигации на мотоцикле тоже не вариант. Потому что экран слишком тусклый. И при дневном свете почти ничего не видно. И единственное, что в автомобиле он бы подошел для навигации. Но я думаю, в машине любой телефон подойдет для навигации. Так как его там можно заряжать. Ну а для блогеров он абсолютно не подходит. Из-за того, что его фото и видео возможности очень примитивные. Теперь я буду ваше мнение ждать под этим видео в комментариях. Что вы думаете насчет этого телефона. А также не забудьте поставить большой палец вверх. Подписаться на мой канал. Нажать колокольчик. Также написать еще кучу моих любимых рандомных комментариев. И мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока.